Всем привет! Это онлайн-шок. На связи меня, как всегда, зовут Евгений Рыбов. И в гостях у нас стилист, ведущий модного подкаста Алексей Сухарев. Привет! 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 Спасибо, что нашёл время, пришёл к нам в гости. Сразу задам вопрос, чтобы просто убрать его. Есть некое мнение, что при встрече со стилистом у людей, что стилист сразу же, немедленно начинает сканировать как терминатор, и там внутри у себя выстраивает какой-то уже образ. Это правда или на самом деле вы, стилисты, обычные люди, и плевать вы хотели, кто как выглядит, если не спросят? Мне кажется, что здесь такая же история, как, например, с хирургами пластическими. Они же при взгляде на человека сразу не достаёт какой-то виртуальный скальпель. Не достаёт, но в голове-то, может быть, нет? Мне кажется, нет. Нет, нет. Люди, которые давно работают, во-первых, в этой сфере, им хватает. Как в анекдоте, приезжаешь на курорт, и там станки, станки, станки. Да, да, вроде того. Я понял. Но если попросить, то ты посмотришь, составишь, скажешь, а если... Если попросить, конечно. Да, а так, ну и человек... Всё, ребят, то есть не надо бояться встречи со стилистом на улице, никто про вас сразу ничего плохого или уж слишком хорошего не подумает. Никто не будет пытаться осчастливить насильно. Никому, да, абсолютно. Хорошо. Хорошо. Начнём мы нашу программу с небольшого привета. Один наш постоянный зритель попросил передать тебе привет, причём в видеоформате, он даже его прислал. Серьёзно? Поэтому, да, смотрим на экран. Внимание, плёночку, пожалуйста. Дорогие друзья, шлю вам привет из моей парижской квартиры и очень рад, что сайт Одноклассники, на котором я уже нахожусь очень много лет и постоянно веду лично свою страничку, посвящает время стилисту и модному обозревателю Алексею Сухареву. Я лично знаком с Алексеем по программе «Модный приговор», где он у нас был сначала младшим, потом редактором, затем главным стилистом, а затем стал вести очень модные сейчас подкасты. И многие подкасты, которые мы вместе с Алексеем записали о жизни Джани Версачи или Эльзис Киапарелли, Балансиаги или, например, «Футуризме в моде», пользуются таким успехом. Я желаю Алексею Сухареву потрясающей долгой жизни в мире моды. Мы вместе преподаем в МГУ на отделении, которым я руковожу уже 20 лет, и которое называется «Теория моды». Пусть у Алексея сложится его мечта парить в мире моды России, осуществиться вполне. Желаю вам приятного интервью. Обожаемый нами Александр Васильевич. Какая прелесть. Это так приятно. Мне почему-то никто приветов из Парижа пока не посылает. А я еще так соскучился уже по Сан Санычу, да, потому что мы записали выпуск подкаста где-то в начале июня, по-моему, это было. И, собственно говоря, с тех пор не виделись. А мы позвонили, и тут же откликнулся и написал «Конечно, сказал обязательно». Но, тем не менее, правильно я понимаю, что Александр в некотором смысле учитель твой, да? Безусловно, конечно же, да. А бывало когда-то, был несогласен с учителем, по-другому видел? А-а-а... Честно говоря, наверное, нет такого. Я не припомню такого. Потому что Сан Саныч очень такой человек прогрессивный, очень молодой. И он всегда, даже если он чего-то не до конца, может быть, понимает, он никогда не будет спорить и пускаться во все тяжкие с криками «О, Боже, какой кошмар!». То есть готов к дискуссиям? Конечно, конечно. Что отличает человека с открытым? Конечно. Но если он с чем-то не согласен, то он очень смешно пошутит на эту тему. То есть, если Александр Васильевич смешно шутит... Да, значит, что-то пахнет жареным, да, что-то неладное. А я так понимаю, что, собственно, «Модный приговор» — самая такая долгоиграющая программа вообще о моде и стиле на телевидении. Скажи, пожалуйста, ты целенаправленно шел туда работать, чтобы научиться вот этому направлению моде? Или, ну, так сложились звезды, и тебя туда занесло? Дело все в том, что «Модный приговор», если не ошибаюсь, я уже не помню, сколько лет выходит, с 2007-го, что ли, года, или 2008-го. Вот я точно сейчас не вспомню. Я вот пришел в 2009-м туда работать, и это, конечно, да, было шоу номер один о моде в России. Единственное, которое выходило каждый день и выходит по сей день. И мне тогда было, во-первых, мало лет, и очень хотелось ко всему этому прикоснуться. Это невероятно. Я был в восторге, и да и сейчас нахожусь в восторге от профессионализма наших ведущих, во-первых. А во-вторых, от той сказки, которую дарит эта программа женщинам ежедневно. И, конечно же, да, я шел туда, думая, что сейчас все будет. Но сейчас, ну, да, безусловно, но сейчас-то, конечно, не вот так произошло, но затянулось слегка. Путь он и интереснее, как правило. Это правда, это правда. Расскажи, пожалуйста, немножко о закулисе программы, с какими ведущими наиболее теплые отношения сложились. Как вообще там все это выстраивается? Наиболее теплые отношения? Ну вот, вы видели сейчас наиболее теплые отношения. Нет, конечно, да, Александр Васильев, безусловно, наш главный учитель, нас всех. Потому что это кладезь знаний, безусловно, и, конечно, шикарное чувство юмора. Юля Барановская, например, насколько я понимаю, она стала не только твоим другом и коллегой по программе, но и твоим клиентом уже как стилистом, я так понимаю. Да, да, я, кстати, впервые был в этой студии, я помню, когда Юля была здесь в гостях. Я приезжал вместе с ней тогда, был какой-то веселый эфир, я помню. Вот, то есть вы до сих пор все вместе, вы сотрудничаете? Конечно, да, безусловно. Вы рыбу, она еще целовала, я помню, это было. Да, точно, точно, точно. Просила отдать. Шикарный запах здесь был. Ну, как Юля просила, мы отдали эту рыбу. А скажи вообще, в принципе, с кем проще общаться и договориться, с звездами или с обычными людьми, не обижая никого, но каково одевать сложнее, проще, с кем проще договориться? А здесь, кстати, по-разному, вот все думают, что звезды очень капризные. Ну, я поэтому и спросил. Это совершенно не, это неправда, это неправда. У меня, например, таких кейсов не было. Было, может, парочку. Да. Один или два. Ну что? Так, не будем спрашивать. Да, но... Было, ладно. Да, но... Ну, условно назовем этим, ну, не очень красивые, обычные люди, но тем не менее, не звездные, не телевизионные. Люди, которые стремятся за помощью стилистов. Да, назовем их так. Бывает, что они внезапно капризничают в ровном месте? Бывает, бывает, конечно же, да. И даже иногда. Самые капризные, кстати, это парни. Мужчины самые капризные. Я всегда подозревал. Да. Женщины как-то более сговорчивые. Во-первых, они точно знают, чего они хотят. Вот мне хочу, и картинку показывает. Хочу вот так, примерно. Ты понимаешь, что там, конечно, так, возможно, никогда и не будет. Но что-то около того пытаемся создавать и делаем. А мужчины, когда приходят за светом к стилисту, просто сделаете со мной что-нибудь? Так обычно, да? Либо жена отправила. Такое бывает. Я ничего не хочу, но должен провести с вами два часа, поэтому... А часто же бывает как, ты поработаешь, например, с женщиной, и она уже вся такая преображенная и говорит, «О, у меня еще есть муж, надо с ним тоже что-то сделать, особо прилично, а то рядом со мной теперь как-то не очень». И вот, да, начинается вот это, но, в общем, по-разному, правда, бывает. Ничего не зависит от статуса человека. Вот, понимаете? А немножко о другом шоу поговорим. Тут все понятно, пацанки на канале «Пятница» — это совсем другая работа, совсем другое шоу с переделками. Как ты считаешь, с помощью изменения образа можно поменять характер отношения человека к жизни? То есть, согласно телевизору, да, на самом деле это работает? Поменять отношения к жизни — да, можно. И мы здесь даже говорим, возможно, не о внешнем каком-то только преображении. Его нельзя брать отдельно. Все дело в том, что с участницами там происходят серьезные изменения, с ними работают психологи, с ними работает огромное количество экспертов. И внешнее преображение — это уже такая вишенка на торте, она уже, как правило, ближе к финалу происходит. И да, конечно, глядя по опыту, я могу сказать, что это такая социальная шлифовка происходит во время проекта. То есть девочки понимают, что есть другая жизнь, можно по-другому выглядеть, можно по-другому разговаривать, можно по-другому выстраивать коммуникации с людьми, общаться. И да, конечно, определенные по-разному. У кого-то эти успехи больше, у кого-то поменьше, но они еще так молоды, поэтому все впереди. Самую какую-то необычную реакцию, неожиданную на преображение нашего пацанки, помнишь? Что-то запомнившееся такое. Я помню, что девочки в основном плакали, конечно, когда видели себя в зеркале, но это нормальная женская реакция. Я как человек, который в мейковере уже давно, в жанре мейковер, орудую, так сказать, понимаю, что эти реакции, вот они наши красавицы, да, видим их, видим. Я понимаю, что эти слезы, это значит, все мы делаем правильно. Потому что бывает иногда, конечно, реакция, что вы со мной сделали, верните все обратно, какой кошмар, мне ничего не нравится. Такое тоже бывает, и это нормально. Потому что если человек просто подходит к зеркалу и говорит, ну да, спасибо, я пошла, это значит, что ничего не получилось. Потому что главная же эмоция, если она есть, значит, все искренне и по-настоящему. А мы ради этого там и работаем, потому что, честно говоря, вот этот эндорфин, который человек, мне кажется, вот так вот распыляет вокруг себя, если действительно результат классный, если ему нравится этот результат, то ты на него, правда, подсаживаешься. Вот к этому изменению образа, имиджа и прочего надо дойти, дозреть, или это может вот так вот произойти? Или все-таки это работа над собой, самостоятельно или с помощью специально обученных людей? Ну, смотрите, там все по-разному бывает. Не только в шоу «Пацанки», вообще вот в жизни, это ли кто-то хочет. Но вообще, когда человек обращается к стилисту за помощью, он делает это совершенно осознанно, это уже как бы такой шаг серьезный. Очень часто, кстати, это после работы с психологом происходит. Все-таки надо правильно. Да, 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 я, кстати, спрашивал, задавал этот вопрос, говорю, а почему решили, собственно говоря, обратиться? Мне говорят, что вот я работала, например, с психологом, и мы поняли, что смена образа, смена какого-то имиджа, корректировка – это одна из частей нашей терапии. Она необходима. Но это не значит, что если ты поменял фасон штанов, ты изменился. Нет, нет, конечно же нет. Это комплекс целых мер. Безусловно, да. Не надо думать, что да, ты переоделся, и все хорошо. Да, но, опять же, для многих бывает такое, что человек не готов к переменам вообще, но видит себя в зеркале по-новому, понимает, что может быть иначе. И, конечно… Первый триггер, который запускается. Да, да, и дальше происходят какие-то изменения. Такое часто бывает. Я за некоторыми героями, героинями, точнее, мейковеров, потом чекаю их в Инстаграме, в социальных сетях где-то, смотрю и понимаю, что процесс идет дальше. Это супер, здорово. Круто. Ну, еще немножко о твоих любимых клиентах. Про Диану Арбенину не могу тебя не спросить. Я ее обожаю, она меня, надеюсь, тоже, потому что она меня зовет не иначе, как Евген. Да. Так меня ласково она называет Евген, не знаю. А шесть лет назад она прямо изменилась невероятно. Покажите, пожалуйста, мы заготовили чудо-фотографию. Да. Ну, прям, да, другой человек. Поговаривают, что один из авторов этих перемен ты, собственно, да? Да, да, да. Этот стиль называется, цитирую, «опасность внешности». Это правда. Как подбирали, как искали, долго ли уговаривала, и что здесь от тебя, что она сама привнесла? Вот расскажи. Это, кстати, я прям помню этот образ, который сейчас вот на картинке. Новый уже который, да? Да, конечно же, конечно же, это одна из премий музыкальных, и я прям помню, как мы туда собирались. Нет, Диана, это ван лав, конечно, 100%. Как ты уговаривал ее вот это все? На самом деле я пришел, когда уже у нее на голове поселился новый цвет волос, уже все, первые какие-то перемены начали происходить, и мы сразу с ней сработались. Я просто слыхал, что ей не все нравятся, конечно же, люди, которые с ней работают, но мы как-то посидели, да, посмотрели друг на друга так, посмотрелись, и все, и начали работать. У меня не было вообще никаких... Ну, то есть, опять же, перемены сначала начались у нее в себе. Она проделала колоссальную работу над собой, я считаю, это один из главных вообще мейковеров на нашей сцене, я считаю, да, конечно же, в лучшую сторону. Что-то все-таки, да, то так сладко, все здорово, ну, хоть что-то она отвергала. Конечно же, ну, разумеется, разумеется, отвергала. А то прям, так здорово все, мы увидели, посмотрели друг на друга, и сразу она надела все, что она... Нет, нет, нет. Что она, ну, скажи, что она не... Во-первых, она мне сразу посмотрела и говорит, да, да, мне кажется, мы сработаемся с тобой, все нормально. Ну, я тут уже такой, слава богу, подрасслабился, подрасслабился, да. Дальше начались, конечно же, пакеты, постоянные примерки, что-то еще. И я понимаю, что, конечно же, человеку понравится не все. То есть, Диана, во-первых, она человек настроения, и это нормально. И когда у тебя настроение, что ты не хочешь то, что задумал для тебя стилист, надо об этом честно сказать. Потому что бывает такое, что люди старались, делали, что называется, да, человек это все на себя надевает, и потом мы видим те результаты, которые очень часто видим на красных ковровых дорожках у нас. Когда идет отдельно женщина, и потом отдельно где-то ее наряд, собственно говоря. Они совершенно друг с другом никак не мэтчатся. Такое тоже часто бывает, к сожалению. А это, мне кажется, из-за того, что человек не может сказать нет. Звезда, которая надела, потому что прикладывал стилист? Да, да, да. Это все, мне кажется, из-за какого-то беспрекословного доверия. С ним тоже нельзя перебарщивать. Ну скажи, ну прям вот конкретно, Диана не надела вот штаны какие-то, какого-то фасона оригинального платья? Ой, это надо повспоминать, кстати. Что-нибудь. Она, кстати, все время хочет открывать ноги. Она все время говорит, Сухарев, что ты меня вечно запаковываешь так в футляр? Я еще ничего, между прочим. Ну-ка давай, ноги, ноги. Я хочу ноги. Я говорю, Диана, ну подожди, ну ведь смотри, какая красивая длина. Там три четверти, середины и крына. Нет, хочу так. Но еще, кстати, любит, например, мы с ней там говорим, что вот давай вот это вот платье, предположим. Да, 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 супер, все, отлично. Потом, например, я не проконтролирую, или я там не смогу приехать, там мне как-то переодеться, помочь по причине каких-то дел. Потом смотрю где-нибудь в социальных сетях, в чем-то пошла. Ну вот как вздумалось. Я думаю, ну окей, хорошо. Главное, что человеку комфортно. Вот, это тоже. Это самое основное. Какие еще из твоих клиентов звездных стали прямо такими друзьями, друзьями, как Диана Арбейна? С кем-то так нашелся еще. Юля, конечно, Юля Барановская, разумеется. Яна Чурикова, кстати. О, да, да, да. Яночка. Она, кстати, была одним из первых моих клиентов серебрить. Я не знал, что ты, я просто, ну я-то с Яной, мы дружим общаемся, я вижу, она в последнее время прям в таких нарядах блистает роскошь. Да, но мы с ней там на фестивале, на всякие. Это все-то это... Клиентом какого-то известного там стилиста или модельера. Кто бы это был? Кого бы ты выбрал себе в стилист? Так, ну к стилисту ни к какому бы. Ни к какому бы не пошел точно совершенно. Не знаю. Ну не могу себе представить. Кто-то мне... Окей, хорошо. Кто-то мне будет рассказывать, что не подходит. Хорошо, модельер какой-то. Я хочу... К модельеру? Из живущих в России? Любой. Любой абсолютно. Мы же любое время, любое место живущие, покинувшие уже этот бренный мир. Любые. Кто? Покинувшие бренный мир. Кто угодно. Покинувшие бренный мир. Это вот какая-то марка какой-то модели. Говорит, вот я буду тебя одевать до конца твоих дней. Ты говоришь, да, в этом я буду ходить без... Я, кстати, отправился бы к Дрису ваннотену. Да. Прямо прямиком сразу в Антверпен, в Бельгию. И все. Залез бы к нему в магазин, самый красивый, кстати, в магазин, который я видел в своей жизни, и не вылезал бы оттуда никогда. Интересно. Да. Интересно. Ну что ж, обязательно съездим вместе, посмотрим, как. Ну а вдруг, кто знает. Сейчас откроют все и поедем. Да? Бельгия. Я за вафельками. Я люблю бельгийские вафли, а ты за... Да. В шоу «Модный приговор», как мы знаем, стилисты помогают участницам перевоплотиться и измениться. Я предлагаю прямо сейчас, прямо здесь, вот мы с тобой вместе проведем заседание нашего модного суда в онлайн-формате. Да. В нашей постоянной рубрике «Хоп, лёх, не шей мне, срок». Значит, смотри, все по-честному, прям без обмана. Мы заранее, когда мы узнали, что ты к нам приходишь в гости, вывесили объявление на нашем сайте и попросили наших зрителей прислать фотографии тех людей, которых они хотели бы по тем или иным причинам переодеть. И нам прислали фотографии с какими-то подписями. То есть это наши действительно реальные зрители попросили. Сейчас будут появляться фотографии на экране. Дай, пожалуйста, свои какие-то комментарии, что, как изменить. Или, может быть, ты считаешь, что все нормально. Хорошо. Зря вы. Пожалуйста. Итак, друзья мои, смотрите сами на себя в нашем модном суде. Значит, сейчас расскажу. Саня Лукьянова, зовут даму. Она просит, чтобы над ее образом... Это она сама. Кстати, удивительно, мы думали, что будут присылать кого-то там. Большинство было прислано своих фотографий. То есть помогите именно мне. Просит, чтобы над ее образом поработал классный стилист. Вот, собственно, видно, что наша зрительница вдохновлялась знаменитым этим красным луком Александра Васильева. А красный, как мы знаем из русского языка, значит, красивый. Безусловно. Да. И еще немножечко... Мне вообще нравятся красные платья. Это красиво. Красный. И немножечко леопарда мы еще видим. Ну, это как бы, да, вот этот знаменитый русский шик. Во-первых, я могу сказать, что, судя по такому аксессуару, как микрофон в руке, это образ сценический. Поэтому леопард очень даже оправдан. Поэтому и красный, и леопард, и я вижу там еще какие-то камушки есть. Да, да. Все это уместно. Вот. Но если нужна какая-то рекомендация, мне кажется, что, во-первых, не пойму, волосы собраны, наверное, да? Есть ощущение, что это либо пучок, либо тугая косица. Собраны. Надо распустить. Распустить волосики. Волосы. Да, 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 да. И когда со сцены сойдет наша героиня, нужно, конечно, леопард... Отстегнуть? Отстегнуть. Мне кажется, что эти вот леопардовые вставки просто являются частью этого ансамбля. Это часть, но я думаю, что это созданный из двух частей наряд, что это платье, и сверху такая вот такая болеро, назовем это так. А, может быть. То есть вот, значит, болеро леопардовое снимаем. Да. Сверху вот такой вот черный жакет, напоминающий, он же пиджак. Да. Уверсайд сейчас модный, да, немножечко. Да, да, но это я уже просто без него не могу. Мне как-то это... Ну, в стиле беля или сейчас просто модно носить как раз очень хорошо? Кстати, как она красиво преображается, беля или. Вообще нет слов, конечно. Я вот за ней наблюдаю и сначала думал... А потом... Как? А вот, а сейчас... То есть в целом, в целом... Красота. Мы говорим да. Мы говорим да. Мы говорим да. Очень хорошо. Следующий, пожалуйста, на фотографии. Наша постоянная, кстати, зрительница Елена Румынская. А, не исключено, что она с нами сейчас, потому что она, правда, всегда смотрит. Вот, кстати, господа и редакторы, посмотрите, возможно, сейчас действительно она даже с нами на связи. А, прямо сейчас смотрит нас. Смотрит? Да, да. Елена, здравствуйте. Она, значит, она опять же прислала себя, спрашивая, вполне конкретная просьба, что сделать, чтобы выглядеть стройнее. Ну, чисто визуально, с помощью одежды. Вот. И, очевидно, что-то цветочек. Я бы, конечно, мог сказать больше, если бы не так много подсолнухов было, если бы вы не прятались в заросли. А, мне кажется, платье очень гармонирует, мне кажется. Очень все гармонирует, супер. И я даже вижу там платье и накидка сверху вот такая. И на самом деле вы все делаете правильно, потому что вот такая накидка, которая образует две вертикальные линии, она нас визуально что делает, вытягивает, стройнит. Поэтому вы правильный. Благослойность, опять же. И многослойность, опять же, наша любимая. Тут тоже слоев. Такие у нас зрители, а стилисту нечего делать просто. Все прекрасно. И еще и модная челма на голове. Да. Смотрите. И на самом деле фотка супер. Потому что, мне кажется, это то, как сейчас многие бренды фотографируются в рекламной кампании. На таком. Они вкладывают в это миллионы долларов. Конечно. Постановочно, фотошоп, а тут все свое. А тут все на пленэре как красиво. А тут все на пленэре как красиво. Очень хорошо. Значит, следующая чужая будет фотография. Мы все-таки чужие тоже присылали. Пожалуйста. Значит, Софья Леоконе, это имя автора письма, просит... Сейчас будет цитата, ровно то, что нам написали. Она просит переодеть Екатерину Андрееву, ведущую программу «Время». Софья пишет. Просто солдафон какой-то. Нельзя же быть одинаковой всю жизнь. Хотя бы прическу сменила. Можно одеваться в одном стиле, но не носить его как робу. Выглядеть по-разному. Это касается только программы, ничего личного, но конкретно образ в программе. Вот надоел, хочу разнообразие. Это мнение нашего зрителя относительно именно образа в программе. Может быть, ты поможешь коллеге, а может быть, ничего менять не надо, и зритель не прав. Мы, кстати, один раз работали с Екатериной Андреевой. Это было приурочено к какому-то юбилею программы «Время». И мы там делали такую стилизацию по десятилетиям. Я помню это. Да, это классный ролик был такой. Да, да, помню. Мы с ней дико там смеялись, и она вообще оказалась чудесным человеком с прекрасным чувством юмора. Я вам могу сказать, кстати, что я ничего критичного, кстати, в образе Екатерины Андреевой, экранном, не вижу плохого. Во-первых, это радость постоянства, которая так приятно заметила. Стабильность, ребята. Стабильность, понимаете? Екатерина Андреева не меняется уже сколько, я не знаю, лет. Я даже не знаю, сколько ей лет. Всегда пробор на одном и том же месте, ни сантиметром левее, ни правее. Всегда одинаковая, заметим, форма жакетов. И всегда очень похожий вырез на блузе. Постоянство – это то, что нам так нужно. И я могу сказать, что образы ее экранные мне нравятся гораздо больше, чем те образы, которые она носит в жизни. Ну, возможно, как раз надоедают вот это, и она в жизни идет во все тяжкие, расслабляется, отдыхает. Я понимаю очень хорошо, конечно, столько лет. То есть экран образ, ты бы не менял, тут со зрителем можно поспорить, все в порядке. Все в порядке. Пожалуйста. Зачем? Зачем? Это же такая... Очень хорошо. Следующая просьба тоже про коллегу, но уже не нашего, своего коллегу по работе просят переодеть. Значит, пишет нам мадам Падам, если не ошибаюсь, у нас постоянно зритель, часто я вижу эти имена. Она пишет следующее, цитата опять же. Пожалуйста, переоденьте моего коллегу, возможно, у нас с ним что-то получится. Интересно. Фото пришли в личку обмину, потому что стыдно такое публиковать в общей переписке, хотя мы все равно все показали, да? Вот. Ну, что мы видим? Вот, собственно, этот коллега. Мы видим такого очень... Рубаха-парень. Рубаха-парень, во-первых. Во-вторых, очень дружелюбный, судя по наличию холодного оружия у него в руке. Тоже такой очень милый. У меня есть легкое, вот я сейчас смотрю и вижу небольшие несоответствия. Очевидно, патриот, косоворотка, значит, триколор на стене, ковер на стене, ну, все, что нужно на стене. Ковер, кстати, это, по-моему, даже хромакей, мне кажется. Да, сзади что-то похоже. Ну, творческий видный человек, очевидно, да, и глаза творческие. И меч самурайский смущает. Если бы заменить его на биту для лапты... То было бы, конечно... Да, или на балалайку. Гораздо. Почему самурайский меч, я понять не могу? Это такая вот эклектика, это микс такой из стран. Во-первых, конечно, надо удалить у него меч из рук. Надо удалить меч. Это первое, что надо сделать. Я надеюсь, он на работу не так ходит, конечно. Сто процентов, да. И, кстати, вот косоворотка, неплохая идея. Вот если, кстати, ее с джинсами надеть, может быть очень даже симпатичная. Вот сейчас, кстати, хорошая идея. Это вдохновляет. Но, конечно, хотелось бы... Я надеюсь просто, что это не стандартная одежда человека, которую носит ежедневно. Может быть, это все-таки запись какого-то... Я тоже, наверное... К сожалению, про это нет ни слова. Хотя если вот коллега просит переодеть, возможно, он на работу так ходит, конечно. Сложно. Вряд ли... Хотя, кем работает, опять же. Тут сложно сказать. Возможно, зазывало в каком-то суши-ресторане. Они обычно так одеваются. Но на территории России. На территории России и с русским меню. Явно. Да? Да, такое тоже может быть. Не знаю, я бы хороший парень, мне кажется. Ну, зря вы. Зря вы. Смотрите, Италия подчеркнутая. А, поясочком, да? С красным, да, да, все видно сразу. Слушайте, отнимите у парня холодное оружие, и все будет хорошо. Последнее, последнее. Недавно во время футбольного матча Казанского Рубина произошел довольно забавный случай. Из-за дождя у них отклеились номерные номера на футболочках. А персонал клуба проявил смекалку и начал писать маркером номера прямо на май. Да ладно, это правда так было? При этом сказали, что по регламенту это запрещено. И сказали, в общем, так не делать. Что можно вообще посоветовать спортсменам, у которых такие случаи происходят? Правда, из-за дождя отклеились. Ну, видимо, плохая термопечать. И вот что делать? Ну, здесь, кстати, простор для фантазии. Тут можно было хоть, не знаю, хоть баллончиком на спине написать каким-нибудь, чтобы так поярче было. Подную аппликацию, вышивку. Можно вышивку, пэтчворк, опять же. Вот. Пэтчворк всегда. Почва для рукоделия просто невероятна. Чем тренерский штаб занимается, непонятно. Вот именно. Понимаете? И, в принципе, если сделать пэтчворк, он уже точно не отклеится от следующего дождя. Это уже на века. Это навсегда. Там даже если очень постараться, ничего не оторвется. Если пришить еще сразу к игроку, то он еще не сможет сменить клуб. Никогда. Всегда. Это такая пожизненная гарантия. Не надо будет подписывать контракты. Отлично. Спасибо большое за эти советы. Вопрос на голосование для наших зрителей. Кстати, мы всегда не его, не этот вопрос, а, в принципе, какие-то вопросы задаем. Любопытно нам. Последнюю свою вещь вы. И дальше варианты. Купили онлайн? Купили оффлайн? Или сшили сами? Ну, или заказали, чтобы вам сшили на заказ индивидуально для вас? Вот такую любопытную статистику. Соберем мы к концу программы. Да, кстати, вот это было бы очень интересно. Да, мы интересуемся. А мы, собственно, идем с тобой дальше. Год назад, собственно, когда начался карантин, и мы все перешли в онлайн-режим, ты тоже завел свой модный подкаст. Мы теперь с точки зрения стиля мы с тобой не коллеги, потому что где я и где стиль, а вот с точки зрения ведения, как бы, расскажи, год прошел, как тебе опыт, собственно, вот этих ведения подкастов? На самом деле, мы его начали записывать еще до карантина. Просто так вышло, что выходить он стал, когда все уже смонтировалось, всем уже нравился исходный материал, который получился. И вот он вышел во время карантина. Я, конечно, во-первых, не сразу смог смотреть. Мне потребовалось время какое-то. Почему? Нам всем нравится. Я считаю, что первые выпуски неудачны с точки зрения меня. То есть, если я оцениваю свою работу, я считаю, что это не самое удачное, что со мной случалось. Но дальше все, как мне кажется и как говорят люди, все становится только лучше и лучше, и слава богу. Ну все же с опытом, конечно. Слава богу. А тебе самому что этот подкаст дал, помимо того, что ты вырос как ведущий? Во-первых, это была и моя часть идеи тоже. То есть, мы это придумывали совместно с продюсерами этого подкаста, Лера и Света. Я передаю им сейчас привет большой. Мы как-то совместно это начали делать, думать над этой идеей. И вот это родилось, собственно говоря. Я очень хотел сделать что-то, что будет о моде для людей понятным языком. Понимаешь? То есть, сделать так, чтобы люди познакомились с российскими дизайнерами, с которыми я часто встречаюсь в студии. С людьми, которые, в принципе, оказывают на моду какое-то влияние. Или, например, на темы, которые касаются моды. Например, о социальных трендах каких-то. И, конечно, топ of the best просто – это серия с Александром Васильевым. Да, это прекрасная штука. Потому что мы решили сделать такую энциклопедию, полку, с мировыми брендами, о которых Александр, собственно, о которых мы с ним разговариваем. Потому что я понимаю, что никто не расскажет так, как расскажет он. И это, конечно, классно. И я надеюсь, что мы продолжим это, конечно же, делать с ним. Потому что у нас еще много брендов, о которых стоит поговорить. У нас есть много заказов, во-первых, от наших зрителей. Они там все время пишут – сделайте про этого, сделайте про того. Все-все-все. И да, мы будем работать над этим дальше. Ну и, конечно, продолжать знакомить зрителя с дизайнерами российскими. То есть, например, «Сестры Рубан» недавно приходили. Это дизайнерский дуэт, который, на мой взгляд, делает... Вот если... Надо было бы выбрать кого-то одного, чтобы представить российскую моду где-нибудь на мировой арене. Я бы выбрал, наверное, их на сегодняшний день. Одного, но двух. Ну, одного, но двух. Мы посмотрели, за год у тебя были Маша Минагарова, Диана Арбенина, Катя Йова, Ян Ге, Влад Лисовец, Рогов, опять же. Да, были. По какому принципу ты приглашаешь гостей? Все-таки личная связь тоже играет какую-то роль? Ну, разумеется. Главное, чтобы человек был в моде просто величиной. Здесь по-разному. То есть, мы как-то созваниваемся всегда и думаем, кого пригласим сейчас. Давайте подумаем. И я просто накидываю в том числе людей, с которыми мне было бы интересно поговорить о той или иной теме. То есть, совершенно не обязательно говорить только о моде и больше ни о чем. Например, с Дианой мы говорили о ее личном мейковере, о ее опыте, который она прожила. И это тоже здорово, потому что многие посмотрели и написали, как классно я благодаря просмотру набралась смелости и стала работать над собой делать это. С Машей Минагаровой мы тоже говорили о, кстати, таком важном явлении социальном, на мой взгляд, как... Маша говорила о смене настроения очень много там и о том, как это сильно влияет на ее работу. И призывала там, кстати, всех, я считаю, что это тренд, проверять и следить за своим ментальным здоровьем. Мы об этом там много говорим, на самом деле, помимо всех приколов и смеха, которые мы еще с ней обсуждали. В том числе и об этом говорили, это, на мой взгляд, тоже очень важно. Лесовец – это вообще отдельная совершенно... отдельная история, отдельный мир и отдельное мировоззрение, в которое обязательно стоит окунуться. Это было клево. Саша Рогов тоже прекрасный парень, который может рассказать, мне кажется, о работе стилиста на телевидении от и до, потому что он проживал это от самого начала и до сих пор это делает. И это очень тоже классно. Ну и Янгэ, конечно, это самое смешное было, наверное, интервью, которое мы сделали. Потому что ей удалось, кстати, стать инфлюенсером модным просто вот так, на мой взгляд. То есть очень быстро произошло это. При том, что я помню, что я первый раз ее увидел на голосе вообще. А потом я понимаю, что я все чаще вижу ее на разных модных мероприятиях, вижу в каких-то рекламных кампейнах где-то еще, где-то еще. И понимаю, что да. А самое неожиданное, какое было интервью? Ну то есть все-таки общаясь с этими людьми, ты их знаешь в жизни, ты примерно знаешь, где они чем занимаются. И примерно понятно, как разговор пойдет. Вот было такое, что ты с тобой общаешься, и ты вдруг узнал что-то? Ну, кстати, с Владом Лисовцом мы не были знакомы до этого. То есть мы как бы друг друга видели где-то, но мы не то, чтобы там типа привет, как дела. Вот этого всего не было. Мы уже познакомились, мы уже познакомились прямо в студии. Пожалуй, так. А потом было классное интервью с таким молодым дарованием, как Рома Уваров. Это российский дизайнер, который, на мой взгляд, очень талантливый и у которого, на мой взгляд, опять же, большое будущее в сфере моды. Почему я так вот обращаю внимание на российских дизайнеров? Потому что сейчас принято называть дизайнерами всех тех людей, которые решили шить костюмы из футера, условно, да, и худи. И они это делают исключительно для какой-то коммерческой, для коммерческого успеха и более ни для чего. Такие конъюнктурщики. Ну, сейчас действительно очень много кто выпускает примерно одинаковый худи с надписью... У нас каждый, да, все одинаковое. Ничего, никакой идеи в этом нет. Еще и плохо сшито, но при этом человек именует себя дизайнером где-нибудь в социальной сети. А, например, что Рубан, что Уваров, я считаю, что это настоящие художники, те, которые делают и за ними будущее российской моды, например, на сегодняшний день. А есть, я так понимаю, не только видео, но и аудиоверсия этого подкаста? Вот я хотел спросить, а пользуется ли аудиоверсия вообще популярностью? Ибо разговор таки о моде, и там же смотреть надо, показывать, мы вот общаемся и показываем какие-то фотографии. А аудиоверсия этого подкаста, она... Кому-то нравится, кому-то... Кто-то поговаривает, что... То есть, кто-то слушает, имеет право нажить, да? Да, поговаривает, что слушают. Но я все равно за то, чтобы смотреть, потому что все надо окартинивать. Это все-таки разговор о моде, да, там видеть. Обязательно, обязательно. Но кто-то говорит, что у меня прекрасный голос, под который вот хорошо это, релаксировать. Понимаете, вообще очень... Мы, ну, когда готовились к программе, к интервью, нашли огромное количество отзывов у тебя именно как о голосе, как интервьюер, и говорят, что ты один из самых вежливых, интеллигентных... Да, мне часто такое пишут. Поэтому я бы, да, в жанре какого-нибудь... Прямо твое-твое и продолжай. В жанре, как это называется, жанр, когда человек приходит и его это, закидывают. Я бы не смог, наверное, так. Хотя все зависит от настроения, на самом деле. У меня такое настроение бывает, что... Но это же правда тяжело, когда ты тоже понимаешь, о чем идет речь, и тебе тоже есть что сказать, промолчать, не перетягивать одеяло на себя и дать высказаться. Во-первых, я считаю, что это... Я-то все время лезу. Во-первых, это проявление какого-то хорошего воспитания, на мой взгляд. Дать человеку сказать. Человек пришел, он как эксперт в той области должен говорить. Если тебе прямо есть что сказать, хорошо, возьми, поставь камеру и рассказывай сам. Перед тем, как станется интервьюером, сначала надо воспитание какое-никакое. Понимаете? Да? Ну да. Ну с чего, ну правда. Пойду на курсы этики. А каратенечко у всех модных гостей, которые к нам приходят, у всех стилистов, мы спрашивали. Коронавирус и мода. На твой взгляд, да, мы постоянно к этому возвращаемся. И, к сожалению, да, вроде бы полегче, но никуда этот вирус не делся. Ты об этом тоже говоришь. Вот мы составляем пол мнений, как повлияло это все на моду. Останется ли след, будет ли влиять дальше, будет ли это продолжаться и так далее. Конечно же, будет влиять. И влияет до сих пор. И еще нам это, как, кстати, прогнозирует Александр Васильев, до 2025 года мы все будем очень сильно... А он знает, о чем говорит, да. Ему темплееры сообщили. Вот именно. Как поменялась мода? Ну, конечно, когда была вот первая волна и вот пандемия, вот этот локдаун номер один, как мы предполагали, природа очистилась. Появилось как-то меньше, стало меньше вот этих вот псевдодизайнеров, которых мы уже сказали выше. И я вообще за то, чтобы оставались творцы. И так оно на сегодняшний день и происходит. Это не может не радовать. Как изменилась визуальная мода за это время? Ну, во-первых, конечно же, оверсайз еще плотнее входит в нашу жизнь. И гендерлесс история, когда все унисекс вокруг. По причине того, что, конечно, люди по-прежнему продолжают сидеть дома и никуда не... И есть, конечно, и нужно, чтобы это куда-то вмещалось. И вот мне тут тоже, может, еще, я тут могу... Раза два, да? Да, да, так что я могу продолжать есть. Вот, но не буду. Что последует после этого? Я верю в то, что последует какой-то ренессанс, какой-то случится все-таки бум. Не хочу, конечно, это сравнивать, потому что это несравнимо, безусловно. Но вот какой-то, как Милук появился, Диоровский, после Второй мировой, вот должен произойти какой-то рассвет. Ну, то есть красота начнет спасать мир, так скажем. Да, 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 какое-то торжество красоты должно произойти. Потому что понятно, что все мы можем жить в условиях этой уродливой моды, которая на сегодняшний день как-то очень активно звучит. И все мы умеем ее, безусловно, носить, но хочется возвращения к каким-то более четким силуэтам. Ну, лично мне. Будем надеяться и верить. В двух словах, есть ли какие-то перспективы развития подкаста, о чем вы думаете, какие-то направления, ближайшие темы, ну, анонсируй. Ой, ну, во-первых, продолжится, конечно же, цикл с Александром Васильевым, о новых, точнее, о старых домах моды, рассказанных по-новому. Готовится... А какие модные дома, что там будет? Ну, во-первых, конечно же, мы поговорим обязательно о бренде Гуччи, потому что очень скоро все мы увидим фильм Ридли Скотта. Я невероятно его жду, потому что я люблю и сам бренд, и у дома Гуччи невероятно интересная история. Очень итальянская, полная страстей. И, конечно же, мы не упустим возможность об этом побеседовать. Я как киноман, собственно, жду этот же фильм по причине каста играющего. Очень жду, просто невероятно. И будет еще один цикл с Александром Васильевым. Пока не расскажу, что конкретно, но это будет не менее увлекательно, чем то, что мы уже делаем. И не менее познавательно, я бы даже сказал. Увлекательно — это не то слово. Мы, конечно, с ним более такой познавательный контент мастерим. Но благодаря чувству юмора Александра Васильева он еще и юмористическим становится. Конечно же, благодаря ему. Ну и, разумеется, будут новые гости, новые темы. И мы уже совсем скоро выйдем из отпуска, наконец-то. Да, возможно, даже чуть-чуть поменяем дизайн студии, изменим. Все продолжается, развивается. Ну, конечно. Прекрасно. Куда же еще? Прекрасно. Как же еще? Вот о чем сейчас мы с тобой поговорим. О насмотренности. Есть две версии. Одни считают, что модная железа, она либо есть, либо нет. Либо отказала. Да, да, родится. А некоторые считают, что ее можно накачать, эту мышцу. И все зависит от насмотренности, и можно ее развивать. Вот, собственно, наши зрители, многие интересуются модой, хотели бы развить в себе эту модную железу. Непонятно, с чего начинать. Давай, собственно, ты поможешь своим опытом. Некий пул рекомендаций. Я буду накидывать тебе, как бы, тему, а ты будешь, собственно, делиться своим опытом. Итак, каким образом сделать первые шаги к прокачиванию этой модной железы? Наша первая категория – книги. Назови три книги, которые могли бы прокачать эту модную железу, которую нужно прочитать человеку, чтобы начать разбираться в моде. Много книги о моде, о дизайнерах. Может быть, это совершенно какая-то фикшн-литература, но, тем не менее, там настолько красиво описан мир моды, что это поможет. Я считаю, что все биографии известных дизайнеров дают понимание того, как это происходило раньше. И это очень важно. Во-первых, безусловно, стоит знакомиться с историей костюма, с историей моды. Для этого я могу вам порекомендовать любую книгу. Есть какие-то, может быть, конкретные книги? Я думаю, что любые книги Александра Васильева в этом могут помочь, потому что там полный вообще, полный разбор того, что было это. Гениально совершенно. Мои любимые, наверное, книги о моде, во-первых, «Кровь под кожей». Это биография Александра Макуина. Я эту книгу просто обожаю. И, кстати, надо ее, наверное, перечитать. Потому что после того, как ты ее читаешь... Я, кстати, смотрел и документальный фильм о нем, и до этого читал книгу. И каждый раз ты выходишь, у тебя просто состояние какой-то депрессии невероятной. Но потом она проходит, и ты понимаешь, насколько гениальным вообще был этот человек и кого, собственно говоря, мир моды потерял. Это первое. Второе. Очень увлекательная биография Эльзы Скиаппорелли. Кстати, тоже классная книга, которую стоит прочитать. И мне, кстати, Диана Сергеевна Арбенина презентовала очень классную книгу об All About Eve, об Ив Санглоране, которую она привезла мне прямо из Марокко, да, там, где его вилла находится. И вот это тоже классная очень книга, которую стоит прочитать. Записана. Записана. Да, ну и, конечно, для более какого-то уже такого предметного, профессионального варианта, наверное, порекомендую Йоханнеса Иттона, «Искусство цвета», «Искусство формы». Есть такие, да, да, прекрасные книги. Эксперты начинающие, пожалуйста, записали, прочитали. Документальное кино. Документальное кино. Три документальных фильмов. Документальное кино. А из последнего это Марджела. Недавно только в художественном его посмотрел. Вот он недавно шел. Очень классный фильм. Ну, я просто еще сам по себе люблю авангардистов и всю эту бельгийскую историю. И мне было дико интересно это смотреть. И я буду смотреть это еще раз, потому что это один из моих любимых дизайнеров. Какой еще документальный фильм? Конечно же, документальный фильм о Дрисе Ваннотене. Вот. И документальный фильм про Александра Макуина. Тоже порекомендую. Очень вдохновляет, особенно про Дриса Ваннотена. Просто фильмы-сериалы? Просто фильмы-сериалы. Это может быть о моде? Мы можем, кстати, здесь очень долго, долго сейчас зависнем. Давай попробуем найти три, хотя понимаю, что, возможно, остановиться не сможем. Остановиться невозможно. Во-первых. Во-первых, почему женщины убивают? Интересный выбор. Первый и второй сезон. Шикарнейшая просто работа художников по костюмам. Вообще роскошно. Просто. Я в восторге. Кстати, второй сезон мне даже на удивление понравился. Не смотрел, что первый видел, второй. Обязательно. Смотри обязательно. Невероятно классно. Не думал о нем с точки зрения моды, но понимаю, о чем ты говоришь. Вспомни, первый сезон. Люси Лив, 80-й. Просто бери. И в эпохе перед великолепной. И все. Это прямо такая, знаешь, хрестоматийная. Такая раскладка по десятилетиям. Супер. Потом. Убивая Еву. И ее главная героиня Виланель. Просто шик. Очень красиво. Ну и, конечно же, все сериалы вообще Райана Мёрфи. Это и Голливуд. Это и Поза. Это и... Что еще из последнего недавно смотрел? Сестра Рэйчет. Сестра Рэйчет, да. Очень красиво. Как приквел к гнезду кукушки. Как бы, да, круче красиво. Что еще? Из того, что, кстати, меня вдохновляло в подростковом возрасте, мой любимый фильм был Мулин Руш. И он до сих пор остается моим самым любимым. Просто не могу... Могу, точнее, его пересматривать очень много раз. И что еще? Из последнего, кстати, мне понравилась Кройла. Ну, да. А, прости, спрошу, я ожидал со своим попсовым мировоззрением, но почти все называют, естественно, как своим учебником, вот этот первый шаг в мир волшебной моды, конечно, секс в большом городе. Ты его не назвал, вот и почему? А, я его не назвал, хотя стоило бы. На самом деле это... Или это, ну, прям попсово-попсово. Это такое... Это просто заражает любовью к моде. Но я считаю, что вообще секс в большом городе, это такая большая рекламная интеграция. Потому что, ну, ты же был в Нью-Йорке? Да. Вот. И я был. И я не видел там таких женщин. Это правда. Там прекрасные совершенно образы гуляют по улицам. Да, да, но не такие. Ну, вот такого там нет. Но такого там нет. Такого там нет, это правда. Но я считаю, что секс в большом городе, это великолепная раскладка по таким психологическим типажам женщин. Просто вообще гениально. Так. Потому что их там четыре, они основные. Все они, все как в жизни. Ну, в общем, да. Все есть. Запомнили. Идем дальше. Некие персоналии за жизнью трех каких-либо любопытных людей. Неважно, это блогер, за которым ты смотришь и понимаешь примерно вот эту насмотренность, да, вырабатываешь. Или кто бы там. Какие-то три человека, глядя на которых, ты примерно понимаешь, вот как надо комбинировать, искать, существовать. Любые три персонажа. И смотри, есть три персонажа, которые сильно вдохновляют. Пожалуйста. Давай, наверное, обсудим их. Это Гарри Стайлз. Это бывший солист One Direction. Очень классный человек. А Билли Портер, конечно, не может не вдохновлять. Это просто человек-жанр уже буквально в моде. Это вот как у нас Филипп Киркоров есть. Есть Билли Портер. Ну, Киркоров поинтереснее. Ну, вот если так, если пытаться объяснить, да. И, слушай, кто из женщин? Ну, Рената Литвинова. Интересно. Кстати, мы о Ренате поговорим еще отдельно. Она сейчас прямо стала величиной. Да, и была. И была. В мире моды я имею, да. Она внезапно ворвалась прямо туда, как красиво. Хорошо. И персонажи, за которыми слежу. Ну, есть ряд модных блогеров таких, у которых идеально такие коммерческие социальные сети. Но это надо писать. Это надо писать, как зовутся их ники. Найдете. Да. Опять же, да. В социальных сетях с картинками. Вот туда. Хорошо. Ну, и у нас есть такая условная рубрика. Другое. Да. Просто какие-то три вещи, вот которые могут тебя, опять же, натолкнуть на какое-то модное восприятие мира. Это, может быть, там, твой же. А почему нет? Блог? Какая-то природа, что-то. Ну, вот в чем черпать? Нет, нет, мой блог нет. Какие-то фильмы, телевидение. Я, кстати, свой блог даже блогом не могу назвать. Изначально это просто... Подкаст. А, подкаст. Подкаст, да. Подкаст, да. Я думал, ты про социальную сеть. Нет. Какие-то вот три вещи, которые ты смотришь, и как-то они тебя куда-то в модном мире направляют? Три вещи, которые мы в модном мире направляем? Во-первых, я очень люблю смотреть видеоклипы. И считаю, что там, кстати, можно вдохновение прям вот... Любые современные, прошлые... И прошлые, и современные, но не все, разумеется, конечно же. Конечно же, не все. Красивые клипы снимает Алан Бадуев, кстати. Очень красивые, всегда очень классно стилизованные. Вот рубрика «Другой», она всегда так... Оно, да. Понимаешь, да. Я, кстати, недавно вдохновился блогом, который тоже смотрю, который делают мои друзья. Называется «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Классный блог, который делают мои приятели. Да, Женя Калинкина, Даша Касьян. Они говорят о книгах и убеждают, один другого убеждает, рассказывает, почему стоит прочитать, например, ту или иную книгу, которую надо было читать еще в школе. Возможно, мы ее читали, и почему ее стоит перечитать. И они, я прям смотрю за тем, как они растут, какую они классную, красивую картинку делают, как они подходят к процессу создания своего блога, как они стилизуют под каждое произведение, под каждое произведение, о котором говорят, как они выбирают наряды, как они выбирают локацию. Это прям классно. Респект. Ну и... Понятно, тяжело. Спасибо. Отличная рекомендация, на самом деле. Правда, уже этого хватит нам на ближайшую неделю. А там потом опять мы тебя позовем. Про личное немножко поговорим, немножечко, а то что мы там все, мода-мода. Да, ну хватит. Пришел человек в гости, обязательно личные вопросы, правда же. Татуировки. У тебя, так мы, они прибавляются и прибавляются, у тебя их уже там какое-то количество. Ну, какое-то количество. А вот, а в то же время пару цитат, я сейчас, позвольте, приведу твоих коллег. Карл Лагерфельд говорил, татуировки ужасны, это как всю жизнь носить одно и то же платье. Эвелина Хромченко, следующая цитата. Скучно век носить одну и ту же картинку и смотреть на нее. Тебе не скучно с одними и теми же татуировками век ходить? Как ты вообще до этого дошел? Почему? Слушай, ну, я считаю, что каждый, во-первых, сам выбирает, что ему, где ему рисовать и что ему, где прокалывать и вообще, что делать со своим телом. Я не считаю, что это как-то ужасно и сильно надоедает, потому что надо выбирать правильные места, во-первых, для этого. Чтобы самому не видеть? Во-первых, да. Понимаешь? Как вариант. Давай. Как вариант. Топ-3 места, где надо делать татуировки. О, нет, это мы сейчас уйдем, конечно, в такое. Я не прошу показать, я прошу. Еще бы. Назвать? Нет. Ну, смотри, во-первых, все мои, они достаточно маленькие. Ну, если можешь что-то показать, да, вот я вижу. Ну, да, у меня вот здесь есть сердце, оно, безусловно, что-то значит, как и все, что происходит. Подожди, сейчас поищем дальше. Надпись какая-то, да, я вижу? Есть вот буква, пожалуйста, С, которая имеет большое значение. Едем дальше. С обратной стороны, да, на предплечье какая-то вязь здесь. Здесь тоже вязь, да. Подожди, сейчас будем рыться дальше. Это то, покуда задерется, то и покажешь. Булавка, предположу, какое она значение имеет. Да, булавка есть, есть вот такой, понимаешь, ангел. Амур, если не ошибаюсь, да? Да, да, он самый. Вот, пожалуйста. А что еще есть? Есть модный подкаст у меня, это же символ наш. Интересно. Да, у нас же, за мной всегда висит вешалка. Видел, такая неоновая. Каждая что-то значит. И мне кажется, что это такое чуть-чуть уже прокисшее мнение, что, боже, как так, татуировка. Я-то, я знаю, абсолютно. Это же классно, почему бы и нет. А давно ты начал делать татуировки вообще? Слушай, ну, первую я сделал лет в 17, наверное. То есть из ранних? Некоторые люди просто приходят к этому в зрелом возрасте, а кто-то с детства начинает и так всю жизнь потихоньку. Это вот я как раз. Это вот я как раз. Я подозреваю, что годам, наверное, к 60. Но я оставлю вот так, наверное, вот. Чтобы вот так было и руки. У меня просто нет ни одной, поэтому я как раз любопытный. То есть, правда, Греша, если ты первую сделал, то это все затягивает, и ты дальше начинаешь, что уже не останавливаешься. Во-первых, это вообще не больно, как многие думают. Многие думают, что это невероятно больно. Нет, это даже приятно. Немного. Есть разные виды приятного. Есть разные, конечно, безусловно. Разные люди. Это окей. Что еще? А скажи, пожалуйста, для тебя татуировки, ну, помимо сакрального обозначения, это можно как аксессуары рассматривать? Конечно. Конечно, почему нет? То есть это еще и дополнительные украшения. Да, но если они симпатичные и симпатично сделаны, а не протоки там, например, какие-нибудь. А вообще, правда, может быть стильная татуировка и не стильная? Ну да, помнишь, все делали себе иероглифы. И, по мне кажется, до сих пор есть категория людей, которые... Многие с ними ходят по сей день. И Янге очень смешно, кстати, недавно у себя в социальных сетях делала разбор. Ей присылали люди татуировку с иероглифами, и она переводила их. И, например, присылает кто-то и пишет, мне сказали, что здесь напишется на вечная любовь. И она говорит, нет, здесь написано, и там какая-то чушь прям совсем. То есть люди же не знали, что за иероглифы. Подожди, но это есть же на уровне шуток, скетчей и так далее, что непонятно, зачем этот человек наколол себе рецепт. Да, вот такая вот история. Это правда? То есть такое, да? Мне кажется, да. Но у нее там какие-то были смешные примеры, сейчас уже не помню, но было забавно. Это любопытно. Это прям интересно. Слушай, ну татуировки, я не знаю, вот все спрашивают, а что ты с ними будешь делать в старости, там, как вот, ты же обвиснешь. Во-первых, я не собираюсь обвисать. Ну, знаешь, никто не собираюсь. А во-вторых, я выбираю такие места, которые не должны, по идее, обвиснуть, но я очень надеюсь на это хотя бы. Ну, руки, то, что ты показал, в общем, конечно, да. Ну, да, их как-то проще держать в этом, в нормальном состоянии, чем что-то другое. Про новости хочется поговорить, про свежие. Сейчас я, прям, чтобы их тебе прочитать, они у меня убежали, к сожалению, я тебе расскажу. Вот, новости мода. Смотри. Наша родная российская дизайнер Ульяна Сергеенко стала членом-корреспондентом Федерации Высокой Моды. В мае это произошло, бренду исполнилось 10 лет. Что это вообще вот для тех, кто не понимает мир моды? Вот эта новость, что она означает для Ульяны, для бренда и для нашей страны, которую теперь Ульяна представляет в Париже? Ну, во-первых, Ульяна Сергеенко один из немногих, или даже, если не ошибаюсь, единственный дизайнер, который входил в, собственно говоря, в синдикат Высокой Моды. А это те самые дизайнеры, которые показывают в своей коллекции кутюрные именно в Париже. Это, видимо, уже следующая дальнейшая ступень в ее развитии. Я, кстати, считаю, что у Ульяны Сергеенко действительно невероятный дизайн, и ее кутюрные коллекции действительно очень красивые. То есть это прямо уже высокая-высокая Мода? Это прямо совсем уже, совсем, да, совсем высоко. Так что не дотянуться даже, возможно. То есть это круто, что наш дизайнер вот среди французов, очевидно, законодателей. Ее и раньше-то никто не мог себе позволить носить. А теперь? И соотечественников, ну, помимо. О, как. Помимо и соотечественниц. А теперь так вообще все. Сама Ульяна будет носить. Ну, будет носить Ульяна и Ксения Анатольевна. Очень хорошо. Про Ренату Литвинову, собственно, мы как раз про нее вспомнили. Фильм для показа на неделе Мода для Ульяны сняла Рената Литвинова. Из-за пандемии показ, это, как мы вообще, был достаточно виртуальным, поэтому Наталья Водянова там, да, исполнила главную роль. И что любопытно, действительно, вот мы посмотрели, Рената в последнее время стала прям музой для мира моды. Сама участвует в показах. Кстати, у нас есть фотография. Давайте посмотрим. Она уже сама выступает и как модель, как мама дизайнера. Вопрос. Она к своему собственному бренду не движется ли потихонечку? Вот так она плотно в мир моды влилась. Мне кажется, нет. Мне кажется, что нет. Рената Литвинова, она муза все-таки больше. Для, кстати, вот для Демна Гвасали, дизайнера. Болинсиага. Да, Болинсиага. Сейчас у Рената Литвиновой начались какие-то интересные отношения с брендом Гуччи, например. И вот люди сейчас разделились из мира моды на две части. Кто-то за Ренату в Болинсиаге, кто-то за Ренату в Гуччи. Вот она каким-то образом сейчас умудряется миксовать два этих полярных, на мой взгляд, абсолютно модных дома с разными эстетиками. Да. Принципиально разными. Несмотря на то, что они совместный показ сделали коллаб и взорвали мозги абсолютно всем. Но мне больше нравится Рената Литвинова в Гуччи. Это более ее, на мой взгляд. Такая новость. Я знаю, собственно, ты уже неоднократно сказал, что очень нежно относишься к бренду Ботега Венета. И рекомендуешь очень внимательно следить за тем, куда они движутся. Так вот, они удалились из всех соцсетей в январе этого года. И теперь, собственно, вернулись к тому, что было когда-то, раз в три месяца, ежеквартально выпускают журнал. То есть не вот это вот, как сейчас принято ежедневно, каждый день какие-то картинки, новости, этот сплошной поток информации. А раз в три месяца, пожалуйста, наш каталог, наш журнал. То есть немножко вернулись назад. А я вот не помню. Он не в онлайн-информате? Он электронный, да. Мы экономим бумагу, мы не рубим леса, но тем не менее. Это не ежедневный вот этот набор и поток информационный, а раз в три месяца один некий электронный журнал. ПДФ-очку скачайте себе. Да, скачайте, скачайте. И смотрите. На флешку. Да. Значит ли это, что скоро многие начнут потихонечку отказываться от соцсетей в пользу более вот такого эксклюзивного, так скажем, общения, более редкого, но более, возможно, качественного, вдумчивого? Все-таки, когда ты держишь журнал, пусть и электронный, там есть одна страничка перетекает в другую, и они связаны какой-то мыслью, а не просто каждый день надо пилить контент, то, что называется. Вот, к сожалению, понимаешь, каждый день действительно надо пилить контент. И многие бренды, мне кажется, в связи с этим как-то теряют вот это ощущение эксклюзивности, что ли. Да, то есть раньше как? Ты смотришь, открываешь глянцевый журнал, во-первых, он пахнет по-особенному. А сейчас мы будем хоть... Ничего не пахнет. Да, к сожалению. Пахнет. И видишь вот эту картинку, которая так дозированно к тебе приходит, что ты дальше уже сам дорисовываешь все в своем воображении. А сейчас главная причина, точнее источник насмотренности, это, конечно же, социальная сеть с картинками, в которой... Ну все, в сети примерно, да. Да, в которой все сразу видно, ты сразу можешь создать, раньше даже мутборды делали. Вырезали картиночки же. Да, что-то там искали, разыскивали долго, сейчас заходишь сюда, принтскрин сюда, 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 потом все сложил, готово. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но все равно это, я считаю, что слишком много информации. Передоз немножко, да? Правда, передоз. И очень хорошая идея делать себе какие-то детоксы. Диджитал. Диджитал детоксы периодически. Потому что нужно создавать какой-то все-таки вакуум внутри своего воображения, чтобы оно начинало генерировать идеи самостоятельно. Вот. Результаты голосования. Спрашивали мы. Да, посмотри. Да. Говорят, что уже пришли. Они и так, последнюю вещь, как она у вас оказалась дома. Вот. Офлайн 28% пошли в магазин, купили. Да. Немало. Шили сами и на заказ 32%. На самом деле удивительно много. Я думал, это будет на третьем месте, честно говоря, внутренне. И онлайн 40%. Ну, в общем, наверное, ожидаемо. То есть даже уже не надо выходить из дома. Но неожиданно. Я думал, честно говоря, будет онлайна гораздо больше, честно говоря. Я тоже. А шили на заказ совсем мало. А тем не менее... Смотри. Примерно. Какие у нас зрители? Это правда классно. Это классно. Это прям очень круто. Я тоже себе этот костюм, например, шил специально. Потому что иногда в моем больном воображении может поселиться вещь какая-то. Которая нет в продаже, да? Ну, я ее, во-первых, буду долго искать, потрачу кучу времени на это. Потом сядет, не сядет. А тут взял и сшил из той ткани, которая тебе нравится. Уверен в том, что она будет хорошо сидеть. И что... Как хорошо, что ты об этом заговорил. Потому что именно про это мы сейчас, собственно, с тобой продолжим нашу беседу. Ибо любой стилист, в общем-то, где-то, может быть, даже и неосознанно, все равно мечтает когда-нибудь стать дизайнером и основать свой личный бренд. Прямо сейчас мы с тобой пофантазируем, как будет выглядеть однажды твой личный бренд в нашей постоянной рубрике «Модный дом товарища Сухарева». Есть такое понятие «ДНК бренда». Ну, кто не понимает, это некий набор установок, который дает понять, что это вот тот самый модный дом, о котором мы говорим. Твидовый пиджак, сумочка на цепочке. Понятно, что это Шанель, и мы понимаем уже сразу. ДНК твоего бренда. Как ты думаешь, что там будет? Основные составляющие, моменты. Мы фантазируем. Ты потом сможешь отказаться от своих слов. Ну вот сейчас. Давай, что это? Во-первых, у меня... У нас есть варианты. А, есть варианты? Супер. Я обожаю, когда есть варианты, это прекрасно. Нет, если тебе не понравится ни один из наших, ты сможешь предложить свой, но у нас есть классный вариант. Значит, во-первых, название. Название. Смотри, как обычно делают название. Либо это акроним от имени и фамилии, производные. Значит, у тебя, получается, соответственно, можно сократить, и получается «Алсу». Мне кажется, хорошее. Неплохо. Достаточно раскрученный бренд, да, как бы? Да, уже понятно, кого снимать в первой рекламной кампании. Второй вариант, и эти многие пользуются, кстати, наши тоже соотечественники, сделать вид, что ты итальянский модельер, Алисио Сухаретти. Не совсем понятно. Кто, где, откуда. Кажется, что итальянец, раз итальянец, это наверняка хорошо. А там приглядишься, вроде как, уже и нет. А потом уже это носишь, привык, что, хорошие сапоги, как бы, что. И, значит, еще прекрасный вариант сейчас. Это вообще такая хорошая тенденция. С западного рынка переориентироваться, наоборот, на восток. Ибо, как бы, да, и, соответственно, тогда надо будет тебе называться «Алекусе сухалеву». Мы не знаем, что там в этих иерогликах. Надеемся, что, да, не рецепт супа. Я тоже надеюсь, что не рецепт какой-нибудь. Хотя, кстати, это было... А дал мне подсказать, что четко все сверили, все до буквы. Серьезно? И это вот классный, кстати. Я выбираю вариант номер три. Номер три. Да, сто процентов, да. «Алекусе сухалеву». Да, потому что второй вариант чуть-чуть по-злобски выглядит. Первый вариант – это... Там есть вопросики. Есть вопросики. Да, все, очень хорошо. Лицо бренда. Давай. Выбираем лицо бренда. Три основных варианта эти накидываю. Опять же, можешь предложить свои. Хорошо. Самое распространенное, что сейчас делают. Значит, либо это уже какая-то известная топ-модель. Ну, условную мы там, да, у нас наверняка Наталью Водянову мы покажем, мы ее обожаем, она была у нас в гостях. Второй вариант – модный блогер. Миллионник, естественно, который ведет за собой людей, которым он не стыдно прислать свою вещь, он его наденет. Вот, ну, как бы все понятно, и да, и как бы нехотя, он выходит в твоих штанах, как будто случайно делает лифта-лук вот это, да, и все все понимают. Да, случайно делает отметку. Естественно, все мы все понимаем. Либо, то, что такая версия, немедийный человек. Сейчас тоже такая тенденция есть. Вот, собственно, наши зрители, пожалуйста, которые мы уже переодевались сегодня, решили, что там все прекрасно. Да, наши зрители. Итак, топ-модель, блогер, простой человек или какой-то свой вариант. Так, ну смотри. Кто станет лицом? От варианта номер два мы отказываемся сразу. Так, не блогер, хорошо. Точно, совершенно нет. Я мечусь между... Известным... Елена Румынская и Натальей Водяновой. Мне кажется, ну, очачий выбор. Не обязательно... Подожди, Елена Румынская, это которая была в подсобьяках? Да, да, да. Номер три, даже не будем сейчас ничего... Плестящий выбор. Вот, собственно, будущий амбассадор твоей коллекции. Хорошо. Теперь источник вдохновения. Да. Где мы будем его брать? Значит, варианты такие. В повседневности, да, вот в обычной окружающей нас жизни, как, например, вот Балинсяга, да, собственно, Глассалия вдохновляется бомжиками. И мы знаем вот этот час, да, историю с киевским чудесным человеком, там, скандальчики, но тем не менее, да, некий пиар. Версачи, я знаю, в Путанах находил источник, прекрасный источник вдохновения. И прекрасно нашел. И прекрасно нашел. И они тоже, уверен, в нем находили тоже свой источник вдохновения. А, возможно, окружающая природа будет твоим вдохновением, как, например, вот Диор говорил, что он вдохновляется садиком своим, да, смотрит на цветочки. А, Дрис Ван Ноттон обожает тоже, собственно. Да, Дрис Ван Ноттон, такой сад. Или, например, какая-то культура. Ну, тут неважно, на это высокая культура, как у Ивсен Лорана, или массовая, как Маскина, тем не менее. Итак, окружающая вот эта действительность, природа, условная какая-то массовая культура, либо что-то, опять же, другое. Что вот будет в твоем... Ну, точно, давай природу убирать, потому что это чуточку скучно. Да. А вот как-то нам бы скрестить вариант один с вариантом два. Имеем право. Как-то их это, в миксеры... Такое что-то. Интересно, запомнили. Да. Бомж в музее. Бомж в музее. Бомж в музее. Любопытно. Коллаборации. Обязательно к тебе придут в какой-то момент и предложат коллаборации. Мы посмотрели, с кем сейчас в основном проводят коллаборации модные дома. Это, как вариант, спортивный бренд. Продукты питания. Очень любят какие-то коллаборации делать. Мы подумали, что пищевая сода еще ни с кем не коллаборировала, а очень зря. Параба. Это хорошая штука. Или что-то, ну, прям, максимально неожиданное. Ну, например, концерт на калашников. Как вариант, может быть, что-то и другое. Итак, спорт, продукты питания или что-то невероятно неожиданное, ну, с точки зрения моды. С кем коллаборировать, казалось бы, невозможно. А тем не менее. Спорт точно уберем, продукты питания тоже уберем. Давай выберем вариант номер три. Да, это кот в мешке. Здесь раздается смешной звук. А все форматы сейчас уходят в диджитал показы. Ну, потому что давай выберем для тебя режиссера. Опять же, не обязательно из тех, кого мы предлагаем, но просто как направление. Значит, смотри. Какой-то популярный молодой режиссер со своим оригинальным новым видением, например, Кантемир Балагов. Балагов, да? Второй вариант. Юрий Быков. Что-то с мощным социальным подтекстом. Такой русский нуар, я бы сказал. Либо понятный, популярный, известный, состоявшийся человек, например, Федор Бондарчук. Но тут надо понимать свою специфику. Если это Бондарчук, то это обязательно спецэффекты, обязательно гармаш, значит, в кадре будет. Да, и скорее всего. В своей модной одежде. То есть у каждого режиссера свое видение, но какие-то обязательные элементы. Наверное, выберем Кантемира Балагова. Хорошо, прекрасный выбор. Ну и, собственно, разговоры разговорами. Давай сейчас немножко продемонстрируем примерно, куда мы движемся. Да. Реквизит нам, пожалуйста, внесите. О, мой гад. Ага, спасибо. Спасибо. Вставай. Так. Ага, ага. Ага, ага. Так, и да. Боже, тут уже и лицо. Спасибо большое. Ну, ты выбрал себе как бы, да, амбассадора и муза. Вот, собственно, мы уже подготовились, да. Значит, мы подумали, мы вспомнили, откуда ты родом. Да. Из солнечного. Из солнечного и теплого. И теплого, да. Жизнерадостного города Магадан. Магадан. И мы подумали, Магадан с чем ассоциируется у нас, в первую очередь. Конечно, это теплое, приятное, ласкающее стопы море. Ну, а как иначе. Поэтому купальник. Да. Поэтому купальник, да. Чтобы ты, вот смотри, вот у тебя здесь есть какие-то, с Александром Васильевым мы делали похожее преображение. Вот мы можем его утеплить, украсить перышки. Я представляю, что это было. Что-то нарисовать прямо на купальнике. Может быть, ты захочешь где-то сделать кармашек для ключей от квартиры. Ну, понятно, что ты выходишь купаться и надо с собой брать. Боже мой, сколько. Какие-то общие черты. Сколько роскоши. Так, мы должны его сейчас как-то кастомизировать уже, да, и приступить, так сказать, к каким-то боевым действиям. Какие-то минимальные. Да, у нас есть булавочки. Понимаешь, все на живую, да. Мы сейчас не будем, да, ни шить, ничего. Просто примерненько. Начнем с того, что я же вообще не особо-то и дизайнер. А вот мы, это первые, вот они, первые шаги. Но мы начинаем, да, мы попробуем. Но мы начинаем этот путь. То есть, как бы, девушка купается в Охотском море, да, и чтобы издалека было видно эту сумасшедшую, что-то должно блестеть. Должно что-то блестеть, да, чтобы к ней быстрее пришли на помощь, я считаю. Какая там температура? Слушай, я даже не скажу тебе сейчас. Меня вот оттуда... Давай, я пока буду прикалывать, а ты... Да, помоги, пожалуйста, потому что у меня это проблемы с мелкой моторикой. Понимаю. Знаешь, уже и... Нужно, как бы, ты издать, ты не думаешь, у тебя будут специально и шве этим заниматься. Нет, нет, нет. Ты придумываешь. Мы, кстати, методом накалывания сейчас работаем. Это высший пилотаж, понимаешь, дизайнерского, партнерского мастерства. Сколько сезонов программы про супермодели я делал, там именно так все и начиналось. Именно так все и начиналось. И как-то... Аккуратненько не укались. Да, мы сейчас... Так, ага, то есть ты вот так вот решил? Все это сделаем. Нет, ты знаешь, я сейчас делаю абсолютно бессознательно это все. Отпустил, да, как бы? А только так, понимаешь? По-другому мы ничего... Старым слоем пошла юбочка. И смотри, и наш купальник превращается уже в элегантное, я бы сказал, платье для участия в конкурсе по латиноамериканским танцам. Это безусловно. А потом это можно все эффектно сбросить. Да, давай вот здесь заколим. Да, и, собственно, бросится в море. Сейчас что-нибудь еще здесь придумаем, подожди-ка. Сейчас мы это сделаем красиво. Я потерял твою сборочку, но примерно вот это... Ну еще мы сейчас... Вот это здесь был такой... Оп. Ну что-то такое. Ну что-то... Сюда, чтобы оно... Предположим, вот так. Например. Очень хорошо. Возьмешь меня этим подмастерям? Я неплохо накалываю булавки. Ты прекрасно накалываешь булавки, гораздо лучше, чем это делаю я, потому что я это делаю объективно плохо. Ну вот будет тандем. Понимаешь? Может, мне когда надо что-то заколоть... У тебя идея, у меня булавки. Это как бы не у нас будет. Да. Я тоже не могу проколоть это, ты понимаешь? Такая ткань хорошая. Плотная. Ну, Магадан, конечно, должно быть тепло и не рваться, когда ты бежишь от собак. От каких собак? Ну, в Магадане есть какие-то собаки? Ну, я надеюсь, что есть. Я там давно не бывал. Если есть морские котики, значит, должны быть морские собаки. Я подозреваю, что есть. Наверняка. Я даже не сомневаюсь, что должны быть какие-то собаки. Так, хорошо. Сейчас какой-то... Слушай, прям я... Ты знаешь, мы вот думали, юмор-юмор будет, купальник Магадан... А я смотрю, это красиво. Сейчас. Это прям... Ну, правда, можно на выпускной пойти? На выпускной сто процентов. В этом можно пойти на выпускной. Сто процентов. Во-вторых, я считаю, что ее надо обязательно утеплить. О, вот эту горжеточку, да? Утеплить, потому что ты сам сказал Магадан. Да, да, да. Ты понимаешь, надо с этим что-то делать. Август, Магадан, надо утепляться, да. Август, Магадан. Сейчас мы тут все прикроем, чтобы это можно было и без купальника, знаешь ли, носить. Очень хорошо. Это уже и в магазин можно выйти. Причем в какой-то, ну, не эконом-класс. В дорогой. В дорогой. В дорогой. А сейчас, секундочку. В комментариях Елена Румынская смеется. Ну, то есть, видимо, шлет нам скобочки. Знаешь, это супер. Сейчас мы тут немного Елену Румынскую отдернем, чтобы не было никаких этих... Тюрбан на голове я бы оставил, собственно, вот тот, который в нашей модели... Тюрбан на голове мы оставим и не будем с ним ничего больше делать. Очень хорошо. Такое интересное, да, цветовое... Мне очень нравится. Мне очень нравится. Знаешь, что еще тут можно... Очень хорошо. Какой интересный реквизит здесь есть. Прости, я не знаю, что здесь... Зато здесь есть много перьев. Много перьев. Когда наши реквизиторы все это подбирают... Я не знаю, чем они руководствовались, но мне кажется, это все красиво. Это все красиво. Может быть, какой-то логотип бренда, может быть, из перьев мы сделаем. Я думаю, что мы в финале сделаем вот так, чтобы это все... Ой, а блесточки... Нет, убрали. У нас еще были тюбики с блестками. Ну, можем что-то вот фломастер... Как-то какие-то... Ты знаешь, что я однажды делал тебе? Рассказать фломастер. Да, конечно, конечно. Значит, на программе «Модный приговор» однажды ведущим, а заменяющим Сан Саныча Васильева был Андрей Бартенев. Интересно. Я не видел такой... Да, это было буквально несколько раз, может быть, раз пять. И однажды у меня стояла задача в том числе помогать ему с образом, и это был самый интересный вообще челлендж в моей жизни, потому что мысль летела далеко, но очень интересна. И в какой-то момент он мне говорит, звонит мне и говорит, «Алексей, мне нужно 200 маркеров». Я говорю, зачем? У меня будет вечеринка. Рисовать? Нет, это перед съемкой. То есть выезжать? 200 маркеров. Говорит, надо 200 маркеров, я говорю. Ну, а я, в принципе, готов ко всему уже был. Я, значит, бегу, покупаю 200 маркеров. Он говорит, ну, только чтобы обязательно колпачок был, вот чтобы вот так делалось. Я говорю, окей, хорошо. Я побежал, прихожу в канцелярский магазин. Мне говорят, вам что? Я говорю, мне 200 маркеров. Здравствуйте. Ну, не абы каких. Здравствуйте. Ну, чтобы они цеплялись вот так. А мне так посмотрела женщина, говорит, ну, хорошо. Москва. Все-таки Москва, 9 утра, пятница, может быть, все что угодно. Лучше не спорить. Я, значит, переношу эти маркеры, вот так вот, гладу, говорю, Андрей, здрасте, вот. Он говорит, супер, а теперь делаем. А у него такая была куртка, на которой было вот так вот много таких карманов. И мы ему делали. Газыри такие. Да, вот так вот, это все засовывалось. И у него весь его наряд целиком состоял вот так вот из маркеров. То есть он шел и вот так вот звенел, потому что это было полностью все вот так вот у них. Да, да, такой экспириенс у меня тоже был. И я вот думаю, может быть, мы воспользуемся этой идеей. И сейчас ей куда-нибудь вот сюда засунем. Ну, с нашими цветами я даже не знаю, флаг какого государства у нас. Фантазийное государство. Фантазийное. Красное и зеленое – это Италия, но не хватает синий, не сюда. Слушай, пускай будет. Ну, хорошо. Так, ну подожди, мы же не можем оставить ее без... Думаешь, что какой-то, да? Мне кажется, прям хорошо. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я, конечно, не стилист, но мне кажется, образ закончен. Я, конечно, не стилист, но мне кажется, с мозгами вам было бы лучше. Понимаешь, в интернете есть такой прикол ходит. Так, а что я хотел с этим сделать? Бантик, шашартик? У нас здесь абсолютно закрыта линия шеи. Понимаешь, а очень бы хотелось... Обозначить шею. Что она все-таки есть. Потому что талия прям шикарно выделена у нас. Талия супер. Очень хорошо. И вот этот вот прям игривый распах, я бы сказал. Да, но маркеры сейчас будем убирать. Да? Да, все-таки лишнее. Лишнее, знаешь, либо одно, либо другое. Перебор, тумач. Не Бартенев, правда. Наша модель не Бартенев. Это надо обладать определенной шляпкой, чтобы носить маркеры. Определенный. Слушай, ну вообще шикарно. Я тоже считаю. Правда, мы это вот задумывали как все-таки некую шутку. А я сейчас смотрю... А получилось даже еще смешнее, чем просто шутка. Да, это уже пост-мета-юмор. Это мета-мода. Это очень хорошо. Мне... Давай, да, уберем. Это лишнее. Это лишнее. Давай маркеры, да, убирать. Хватит. Максимум. С этого. Может быть. Чемнажом. Ну, ты знаешь, может быть. Может быть. Пока приделывает какой-то набор перифицей. Три пера, мне кажется, достаточно как раз. Думаешь, три достаточно? Да. Хотелось бы больше. Знаешь, давай вот все-таки совместим креатив с перформансом и сделаем вот это. Давай. Подожди. Нам надо взять побольше. Друзья мои, на сегодня все. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Было очень познавательно, интересно и здорово. Надеемся, что мы встретимся. А все, мы уже заканчиваем? Да. Ну, мы, да, к сожалению, на всех парах несемся. Боже мой, я только разговаривать начал. Еще неоднократно пригласим каких-то прекрасных модельеров-стилистов, потому что разговор о моде, это, конечно, очень интересно. Спасибо тебе еще раз огромное. Удачи твоему подкасту и вообще всему, чем ты занимаешься. Спасибо тебе еще раз огромное. Как всегда, в следующий четверг в 8 вечера в прямом эфире наш следующий гость. И мы снова увидимся. А теперь вот этот завершающий. Спасибо нашей модели. Раз, два, три. Все. Спасибо. Спасибо.